Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Хелен Кейн, урожденная Хелен Клэр Шлёдер. Американская певица, музыкант, снималась в кино и выступала в Адевиле. Между 1928 и 1930 годами записала 22 сингла. Самыми же известными ее песнями были «I Wanna Be Loved By You» и «That's My Witness Now», с которыми она выступала в конце 1920-х годов. Родилась в Бронксе 4 августа 1904 года. В детстве Кейн посещала церковно-приходскую школу Святого Ансельма в Бронксе. В том времени, когда Кейн исполнилась 15 лет, она уже профессионально выступала на сцене. В начале 1920-х годов выступала в Адевиле как певица и танцовщица. А с 1921 года в театре Пэллос Театр на Бродвее. Ее первые выступления были в постановке «Звезды будущего». Также пела на сцене вместе с три сестры Гамильтона и Фордайз. Перерыв в карьере у Кейн произошел в 1927 году, когда она играла в мюзикле «Ночь в Испании», который показывали с 3 мая по 11 ноября того же года и который выдержал 174 представления в театре на Бродвее. Пол Эш, американский композитор, предложил впоследствии Херину выступать в театре «Парамаунт». Первое выступление в этом театре стало стартовой точкой ее карьеры. Она исполнила песню «Теперь это моя слабость», которая быстро нашла отклик в сердцах современных девушек того времени. Кейн обладала превосходной дикцией. В своих песнях она смешивала несколько модных стилей в 1920-х году. К ним относилось пение с скетом, а также смешивание пения и речи, то есть речевое пение. Скет – это вид импровекционного джазового вокализа, использующего бессмысленные слова, слоги или отдельные звуки. В 1930 году по образу Кейн был создан анимационный персонаж Бетти Пуп. Кейн подала иск на 250 тысяч долларов на создатель мультфильма, утверждая, что персонаж был основан на ее образе и песне. Хотя это нашло подтверждение, суд решил дело в пользу Макса Флейшера, создателя персонажа, установив, что образ самой Кейна не был оригинален, как и слова ее песни «I wanna be loved by you», вокруг которых и развернулись споры. В 1929 году Paramount Pictures подписал с Кейн контракт на выступление в нескольких мюзиклах за 8 тысяч долларов в неделю. Несмотря на то, что Кейн никогда не играла главных ролей в фильмах, она была настолько популярна, что во время премьеры фильма «Свити» в Нью-Йорке ее имя было помещено в заголовке афиш, хотя главную роль играла не она, а Нэнси Кэррол. В ноябре 1924 года Хелен вышла замуж за Джозефа Кейна и взяла его фамилию, от которой впоследствии стало известно. Брак закончился в 1928, а в декабре 1932 уехала в Мексику, чтобы окончательно его расторгнуть. В феврале 1933 вышла замуж за актера Макс Формана-младшего. После шести месяцев брака он бросил ее, и Хелен подала на развод, который был завершен в мае 1935 года. В 1939 она вышла замуж за Дэна Хилли, с которым работала в мюзикле «Хороший парень». Они открыли свой ресторан в Нью-Йорке, который назвали «Гриль Хилли». Замужем за Дэном Хелен оставалась до конца своей жизни, детей у них не было. В 1933 ее пригласили играть в мюзикле «Загадочная леди». Также она выступала в различных ночных клубах и театрах. Тем не менее, после 1931 года она потеряла благосклонность кинематографистов, которые теперь выбирали других актрис для своих мюзиклов и театральных постановок. Последнее выступление было на публике в шоу Эда Соливана «День Святого Патрика» в 1665 году. Хелен Кейн умерла 26 сентября 1966 года в своей квартире. Была похоронена на национальном кладбище Лонг-Айленда. Вот так вкратце о американской певице-музыканте, которая снималась в кино, выступала в Водевиле, Хелен Кейн, урожденная Хелен Клэр Шрёдер. Пока-пока, до свидания, смотрим фото.